Мотоклуб «Ночные волки», образовавшийся в конце 80-х годов на просторах СССР, по праву является первым в нашей стране. На сегодняшний день он завоевал мировое признание, как самый крупный, мощный и независимый клуб с российским лицом и традициями. Мы любим нашу страну, стоим на основах православия, на лучших традициях, которые за века накопились в нашей стране. Все хорошее, все позитивное, то, что существует у нас сейчас. Мы за это боремся и хотим, чтобы наша страна и все мотоциклисты жили счастливо, весело, кайфово. Для участников пробега мотоцикл – символ настоящей свободы, а эмблема – знак памяти, верности и чести. Представители байкерского мира создали новую для нашей страны мотоциклетную культуру, сохраняя при этом свою независимость. В мотозабеге участвуют различные модели железной техники. Например, этот брутальный железный конь имеет безобидное название «Волчок». Он участвует в различных городских и ночных мероприятиях. Сверкая хищно глазами и извергая пламя из пасти. Старт мотосезона совпал с днем открытых дверей в Голицынском пограничном институте. Эти два события решили объединить. Байкеров пригласили к курсантам военное училище в качестве примера силы духа, стойкости и национальной гордости. Мы решили совместить два этих праздника – наш праздник и их. Ну, опять же, силовые структуры у нас также в ночных полках очень много нынешних офицеров, бывших офицеров и так далее. Поэтому, в общем-то, им приятно и нам приятно вспомнить молодость, кто был когда пограничником и так далее. Ровно в полдень колонна мотоциклистов под мощный рев двигателей выдвинулась от центральной площади Одинцова. Проехав по улицам города на небольшой скорости, байкеры выехали на Можайское шоссе и направились в Голицыно. Здесь они уже разогнались как следует, давая волю своим железным коням. Екатерина Стросветская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.